Всем привет друзья с вами Варчик и в этом видосике мы с вами поговорим про очень сильную такую вот проблему в игре World of Tanks вот мы видим сейчас как человек народ пишет сори 36 процент побед и там люди начинают гадости на картошку писать ну конечно на картошку можно гадости подписать но не на то что в начале боя в одной из команд один из модов показывает шанс на победу небольшой потому что а причем здесь картошка нашел я короче вот такого вот игрока на вот реплейс у него 88 тысяч боев 51 процент побед и он закидывает туда чуть ли походу не каждый день реплейчики свои и нумеруют их сливчик там номер 2582 583 и пошло поехало я когда зашел и увидел это то прям на моих глазах блин чувак заливал реплеи я смотрю один реплейчик досмотрел до конца захожу опять на страницу с его реплеями хоп еще реплейчик подъехал уже следующая нумерация сливчика и я смотрел во всех боях это чел просто никакой он тупо сливает бои просто тупо сливает бои и это просто жесть и нумеруют свои сливы ну просто у него там уже 2500 там с чем-то уже под 600 и название еще потом после того как нумерация у него идет еще есть название этих реплеи чиков там подставной слив смысла играть нет слив специально команда играет на слив и все все реплеи у него называются таким образом при этом все реплеи которые я смотрел это просто руколицо я должен вам их показать и это очень большая проблема потому что у игрока 88 тысяч боев и у него не он виноват в поражении а видимо какой-то xvm или картошка или еще кто-то представляете да то есть сам он не виноват потому что в бою он ничего не делает он каждый бой сливается в нули ну но виноват кто-то другой принципе в этом бою он просто простоял в кусту весь бой проходит без него да это карта где зелень очень дурацкая делать на ней особо нечего но в принципе он ничего и не делает постоял посвятил хотя бы не сдох против десяток уже хорошо но в принципе и все это намного лучше чем то что он играл в прошлых боях но как они умудрятся слить этот бой я не знаю я этот бой не смотрел просто сам факт того что они в начале а вот вы сейчас видели в чатике этот чувак написал сообщение что на вот реплейс этот слив будет номер какой-то там то есть чувак вообще боем не особо занят у него в голове мысль вот сейчас надпись видно на вот реплейс это будет слив номер 2583 чувак вообще не занят боем ему насрать ему насрать что на этом фланге он светит никому союзников здесь нет можно поехать из-под тишка где-нибудь попробовать выехать кому-то дать с барабана люлей кого-то подловить где-нибудь и помочь своей команде выиграть счет 68 по пол команды уже сдохла и сейчас настало время когда нужно что-то делать но наш чел ничего не делает ничего он не делает он просто стоит и писюльки в чат пишет что это слив номер какой-то там вот и все и остальные реплеи там просто ужас сейчас он поехал просто прямо рискованно но это лучше чем просто стоять и в чате писать я просто поражаюсь таких игроков у него восемьдесят восемь тысяч боев а в голове какой-то маразм по поводу того что картошка виновата что у него какие-то сливы стоит через 30 дому вашего-то целится нашел танчик тут ура сейчас будет струльба плохо отъехал от куста но стреляем причем у этого чувака почти всегда на всех танках стоят рога ну видимо с рогами удобней чем без них поэтому на все танки натяжи на лт сеть рога восемьдесят восемь тысяч боев я просто фигею просто фигею он стал и стоит то есть у него там который может раздавать барабанчики он стоит ничего не делает просто ждет когда кто-то под него подставиться весь бой без него прошел весь бой без него прошел сейчас бои намного быстрее чем раньше и отстояться вот так вот уже нельзя сейчас не тот геймплей когда можно на лт жки зарешать стоя на месте или на пт жки сейчас нужно ездить и убивать мне кажется что люди которые вот так вот играют и не задумались что сейчас уже геймплей совсем другой в итоге что наш челик сделал на этой карте но он весь бой простоял и все он ничем не помог он думает что он ничего не мог здесь сделать то можно было поехать на барабане попробовать пораздавать когда враги бы подставлялись вместо этого он весь бой простоял ну посвятил 1700 классно но в итоге то врагов никто не убил пока я с вами там смотрел прошлый реплей чик этот чувак уже успел следующий реплей записать точнее загрузить на вот реплей и он называется слив номер 2593 обычный подставной слив блин я просто фигею для меня это просто какой-то такой бездонный ларец с ошибками вот я давно искал где бы найти мне реплей с ошибками это просто наверно 2593 реплея с наюжаснейшими ошибками просто жуть и вы смотрите что он едет на тай 5 хэви просто прямо просто прямо просто прямо едет вот есть лодка днищем вверх которая замерзла здесь за ней можно ехать и здесь можно от башни посмотреть будут по нам стрелять или нет если есть возможность проехать дальше и в принципе по возможности продвигаться вперед мы едем просто посреди поля останавливаемся боже я в принципе и посмотрите я смотрел еще другие реплеечки у этого чувака некоторые там тоже были рога тай 5 хеви рога посмотрите он стоит посреди поля посреди поля стоит это просто забей он играет в топе против девяток в топе против девяток на фугаснице которую понерфили господи это чувак просто лянди он сливает катку в 0 0 просто в нуля но у него написано подставной бой так это ты братан и подставляешь свою команду с такой вот гнилой игрой ты просто подставляешь свою команду и я думаю мы еще сейчас посмотрим какой-нибудь реплеечек я думаю тут можно любой выбирать потому что да какая разница у такого чувака любой реплей берешь и вон вот такой просто вот такой и у меня уже в голове назревает вывод по этому то что мы видим что это происходит что это вообще такое и вывод этот довольно таки прискорбный для большинства старых игроков которые довольно таки плохо играли и так была такая замечательная передача бройлер 747 терпит крушение а у нас здесь слив номер 2591 и он также терпит крушение боже я просто не понимаю зачем столько реплеев все свои сливы за загружать на вот replace и показывать свои просто ужасные ошибки сливы и самое главное что этот человек показывает у него 188 тысяч боев это сто процентов старый урок это сто процентов взрослый какой-то мужик я надеюсь я никого не обижу никто не оскорбиться просто мне как бы жаль что очень много людей играют и мучиться в этой игре принципе как и я но я по другой проблеме я по другой причине мучаюсь в этой игре потому что разработчики слабой игрой в плане геймплея занимаются но меня очень сильно волнует тот факт что в этой игре много людей мучаются из-за того что они не успевают за геймплеем картошки потому что он очень сильно ускорился и сейчас играть так как вы играли лет пять назад не получится нужно ехать и убивать врагов нужно двигаться по карте нужно очень жестко играть на позиции не подставляться сейчас наш игрок выезжает в прямой прострел арты и выезжает в прямой прострел в прямой прострел вражеским танком он выезжает в прямой прострел причем как бы правильно нужно было бы выезжать на врагов чтобы их чекнуть или по перестреливаться с ними нам нужно было повернуть наш танчик влево вот смотрите как он выезжает просто прямо он не увидит врагов потому что у него башня сейчас находится так сказать по отношению к врагам левее а корпус он повернул вправо поэтому первое что увидят враги это кусок влд кусок влд и кусок нлд который торчит из-за этой скалы легче мне наверно показать чтобы было понятно вот смотрите вот он выезжает из-за поворота мы уже видим кусок его танка вот он торчит вот левая часть вид на кусок танка но он нас еще не видит потому что его морда находится за скалой чтобы такого не было нужно выезжать бортиком повернуть танк в левую сторону влево повернуть и правым бортиком от скалы так сделать чтобы танк был со скалой на одной линии аккуратненько от него так чтобы враги могли только черкачом по борту стрелять и по гусенице таким образом мы сможем от поворота выезжать и смотреть на врагов но наш товарищ выезжает просто прямо стреляет никуда стоит под артой сейчас он получит от арты выезжать еще глубже насасывает и в принципе благополучно сливается и никаких выводов он не сделал восемьдесят восемь тысяч боев у человека и таких игроков очень много я вижу он опять лезет вперед таких игроков очень много восемьдесят восемь тысяч боев видно что чел играет в геймплей десятилетней давности когда можно было стоять по десять минут в кусту с рогами вот опять мы рога видим на тигре 7 левела можно было стоять ничего не делать все там ползали 10 минут куда попало и все и ни черта не делали был спокойный размеренный бой а сейчас все прострелы уже зацеливаются просто так выезжать в них рылом не нужно стоять под артой нельзя потому что у не быстро когда сейчас большой сплэш хорошее сведение и получается так что такие игроки которые играют в старый геймплей думаю что у них там везде сливы какие-то ли щетки там абрикосы помидоры все что угодно но не игра не игра они думают что во всем виноваты там картошка там или еще кто-то но они не понимают что они сами в этом виноваты они играют не в то сейчас игра совсем другая абсолютно нужно жестко стоять на позициях не сливаться не подставляться если арта стрельнула то все уже очевидно да блин тут даже еще до того как она стрельнула же было понятно что ты выезжаешь прострел арты также он выезжал из-за поворота неправильно все делал неправильно сливался и в каждом бою в котором он участвует он действует неправильно он играет в какой-то доисторический древний геймплей где никто ничего не понимал и играли все ужасно сейчас так непозволительно играть и как такого человека переубедить если у него 88 тысяч боев есть некоторые люди говорят а что люди играющие 100 тысяч боев не разбираются в игре или могут делать ошибки они этого никогда в жизни не поймут слив номер 2585 шансов нет ну раз нет шанса то тогда смотрим и так в общем будем уже приближаться к завершению потому что все 2500 чем-то там сливом и этих абрикосов смотреть не будем потому что да ну его в пень а то еще сами играть хуже станем и так что хочу сказать напоследок то что нужно сделать вывод из этого всего такие вот игроки с большим количеством боева таких очень много которые играют плохо они просто не соответствуют геймплею который сейчас есть world of tanks он раньше был медленный тактический и можно было даже допускать иногда ошибки при этом играть более-менее как-то приемлемо поскольку было время на эти ошибки было время на играться там в ошибки потому что бой был долгий сейчас бои иногда просто происходит очень быстро сейчас времени на ошибки нету даже какие-то примитивные маленькие ошибочки какие-то это уже ведет к тому что после этой ошибки бой уже может и закончится поэтому там неправильный выезд из-за поворота не туда поехал не туда завернул не вовремя посмотрел на карту отвлекся все уже время утрачено время потрачено ты не соответствуешь скорости боя ты уже отстаешь ты уже где-то отстал умер лишнее хп потратил не успел все ты слился сдох слил бой не успел помочь союзникам бой уже закончился все происходит быстрее нужно ехать ехать правильно помогать если есть возможность если этот бой стоялого или позиционка и он видно что будет долгий то конечно да нужно правильно отыграть позиционку но очень часто бои происходит очень быстро и нужно соответствовать этому темпу игры поэтому все мелкие ошибки вообще не должны быть в вашей игре потому что даже если вы берете все мелкие ошибки и даже если в принципе почти ошибок не будет все равно полностью без ошибок играть никто не может а если допускать примитивные ошибки еще и частые всегда тут вы будете играть вот как этот человек он что есть в бою что нету он просто стреляет когда кто-то ему в прицел лицо засовывает и стоит смотрит туда и своими банками там что-то моргает и смотрит долго очень долго смотрит потому что данный игрок не соответствует скорости игры не соответствует геймплею таких игроков я уверен очень много потому что очень много игроков с большим количеством боев и они абсолютно не умеют играть просто не умеют играть и этот игрок один из них поэтому чтобы соответствовать скорости игры вам нужно две вещи выбрать два направления либо вы исправляете все свои мелкие ошибки и занимаетесь именно боем в бою и стараетесь успевать и в атаке и в деф и менять фланги позиции правильно выезжать из-за поворотов если это нужно адекватно все оценивать либо просто видимо эта игра не ваша поскольку раньше в эту игру вы мог играть каждый абсолютно любой человек мог играть в world of tanks на любом компьютере практически на люк с любой реакцией практически с любой скоростью мышления и вообще в принципе компьютером мог особо не владеть человек но в танке как-то так поигрывать и что-то даже делать поскольку бои были очень долгие в основном такие позицион очки стояли кто-то нам где-то катался туда-сюда там бои были долгие никаких там модов особенно жестких никаких не было там ни xvm особо никто еще не использовал какие-то там стрелочки указочки там или какая-то еще хрень информации кто куда стрельнул ничего этого не было поэтому все было очень медленно потому что ни у кого не бы никакой инфы и все долго стояли никуда не спешили потому что информации не было ничего этого всего этого не было и люди в начале боя старались занять какую-то стандартную безопасную позицию аккуратненько отыграть аккуратненько отыграть а если хп потеряли то пытаться не умереть сейчас же геймплей совершенно изменился все стало намного быстрее и в начале боя большинство людей занимаются тем что смотрят всякие моды на экране разглядывают xvm и у кого какой шанс на победу уже начинает сопли распускать и уже игра с самого начала боя превращается в говно и люди вместо того чтобы играть они занимаются какой-то ерундой писюльки в чатике выписывают и выдумывают какие-то себе там маразмы в голове по поводу сливов или еще чего-то при этом они сами в них же и виноваты бои настолько быстрые что люди мало того что допускают такие вот ошибки самые ущербненькие какие-то ошибки но они уже приводят к тому что люди сливаются ведь это даже ошибками не назовешь это просто глупость какая-то выезжать неправильно из-за поворота не туда ехать не смотреть на карту для меня это вообще не ошибка это просто специально слиться если я так сыграю хотя бы в каком-то бою я сразу скажу что я сыграл как конченый и чуть ли не специально слился потому что для меня это позорище если я так сыграю но люди играют так ошибаются допускают тонну таких ошибок которые не то что ошибаются ошибка не то что ошибка это просто бред и сейчас вы видели момент человек стоит под артой в свету и он в чатик пишет что не пробил в чатик он пишет что он не пробил а сейчас он выезжает и долго смотрит на врага а он поворачивается и сразу стреляет опять не пробил ты даже не стрельнул чувак пишет в чатик что он опять не пробил но он даже выстрел не успел нажать выпад стал вы представляете насколько он отстает от скорости игры при том что этот момент был медленный допускать такие вот простые ошибки это недопустимо сейчас world of tanks времени на это нет а расплата за такую ошибку сразу в ангар может быть и чел вместо того чтобы играть в бой он играет в чатик в их своим в процент который показывает кто победит в начале боя но не в игру при этом он делает тонну ошибок которые тоже не дают ему успеть поиграть потому что он из-за них умирает у него куча мелких ошибок но они настолько важны чтобы их не допускать что он умирает из-за них и таких людей куча и с ними честно говоря не хочется играть в картошку не против них не за них потому что они не играют в world of tanks я бы их своим и чатик убрал он не нужен в этой игре он мешает людям играть и как-то донес бы игрокам что скорость боя изменилась и дефолтные ошибки нельзя допускать нужно показать игрокам что ошибки вообще нужно исправлять а не кого-то винить и только тогда будет более-менее адекватная игра и у этих игроков и в принципе в картошке обязательно ставьте лайк можете репостить этот видосик показывайте своим друзьям и объясните наконец-то танкистам что они играют во что-то другое если у них статистика плохая и куча сливов значит они сами в этом виноваты с вами был варчик играть красиво всем пока